В актовом зале третьей школы состоялся большой концерт. Это итоговое мероприятие, которое завершило череду конкурсов среди педагогических коллективов всего Кингисепского района. Принять участие в церемонии награждения участников в числе прочих гостей пришли заместители главы муниципального образования и депутаты. Я знаю, что в нашей территориальной организации нащипывается около 900 членов, 3-4 первичных организаций. Достаточно мощный такой костяк, достаточно мощный коллектив. Знаете, вспоминаются советские времена, когда в профсоюзе были некие обязаловки, когда сейчас, конечно, времена разнятся, совершенно другое, поход к этим вещам и так далее. Но, тем не менее, сейчас каждый человек рассматривает эти вещи персонально. Учителя, которые принимали участие в этом фестивале с названием «Педагог талантлив во всем», являются членами педагогического профсоюза. Они продемонстрировали свои таланты в вокальном, литературном, танцевальном и театральном конкурсах. Победителем в номинации «Хор» стал коллектив Котельской средней школы. В силу своей занятости учителя стараемся прийти чаще всего по одиночке. Партию покажет Михаил Петрович, и мы поем. Потом собирают нас вместе, и, в общем, получается так, что вместе мы поем где-то, может быть, неделю, полторы, вот так вот, перед уроками. Учителя любят петь. Активность участников была высока, да и танцевали педагоги достойно. Были и сольные, и парные выступления. Были и постановочные номера. В рамках театрального конкурса третья школа в своем спектакле практически весь коллектив задействовала. Ну, а когда я выступала в школу номер три, я открылась, тоже, думаю, родная школа, в которой я училась, в которой я много-много лет работала, я считала, сколько же учениц на сцене. Одним из условий фестиваля самодеятельного творчества было участие руководителей образовательных учреждений. Номинации на этапе награждения было столько, что, наверное, никто не ушел без победы. А профсоюзные организации, занявшие главные призовые места, стали еще и счастливыми обладателями денежных поощрений. Спасибо.